Добрый вечер всем! У нас сегодня 27 августа 2024 года. У меня на часах сегодня час без 10... Что, поставлю так камеру? Без 10.11. Я сегодня немножечко позже, потому как я сегодня, знаете, как обычно, один дома, потому что у меня, ну, как обычно, когда наступает это время, это период, период охоты, и Жанек у меня сегодня убежал на охотничьи угодья. Ну, немножко о нем я потом расскажу чуть-чуть, как раз о том, как он туда собрался, как он туда убежал. В общем, это немножко разговор, ну, в общем, целый разговор будет вот об этом. Ну, а что я хотела сказать? Первонаперво, благодарю вас всех за ваши комментарии, за ваши рекомендации, за ваше участие, потому что вчера я вам рассказывала, ну, в основном я хотела рассказать, вот как тут у меня получается, так скажем, лечение, как происходит лечение. Ну, по всей Франции сказать не могу, про всю Францию. Рассказываю только о своем опыте, как вот я тут столкнулась с местной, так скажем, с местной системой здравоохранения здесь у нас. Вот. Ну, что я вам хочу сказать? Жду, буду ждать в любом случае завтрашнего у меня завтра рентген первое на первое. У меня вот такое лечение, я уже вам говорила, завтра я схожу, посмотрю, что у меня там расскажут и скажут. Там наверняка будет доктор, который будет смотреть после рентгена, будет делать заключение, не знаю, сразу это будет или не сразу. Короче говоря, ну, первый этап, вот, лучше мне не стало, все у меня, все по-прежнему. Ну, кто-то мне сказал, что жалуюсь, тут сижу, вот вроде как тут заколебала, жалуешься, рассказывая что-то про свои ноги. Ну, знаете как, я не то чтобы про свои ноги вам рассказываю, рассказываю о том, что специалистов не хватает во Франции. Ну, вы знаете, дочка мне говорит, что не только во Франции такая проблема, что в России тоже есть, ну, знаете как, специалистов везде не хватает. То есть в том плане, что человеческий фактор, не все доктора, они хорошие от природы. Вот, ну, не все, это тоже должен быть как хороший ветеринар, как хороший, допустим, гаражист, как хороший там, ну, доктор, как хороший, даже, знаете, вот почту разносить. И то у нас бывает так, что иногда хороший почтальон все знает, где, что, куда положить. И бывают такие почтальоны, что все перепутают обязательно. То есть это человеческий фактор. Поэтому сказать, что вот во Франции все доктора плохие, ну, это так тоже говорить нельзя. Просто вот мне так, у меня так не повезло, скажем так. Вот именно у меня. Потому как вот с нашими соседями разговаривали тоже. Они тоже сказали, что вот, ой, ваш доктор, это не доктор. Вот наш доктор-женералист. Вот его тут, оказывается, и не любят. Вот совершенно случайно узнала, что, ну, вот, пользуется плохой репутацией среди пациентов. Говорит, мы его покинули очень быстро, стали искать другого. А Жанлюк тоже у меня говорит, да что, что-то такое. В общем, сегодня охалахал. Я, говорит, долго думала над всем над этим, да как так можно. Ну, вот так вот, в каждой профессии вот такие бывают вот. В общем, не повезло, короче говоря. Так как пациентов у него много. Я вам рассказывала, что он работает на 2-3 кабинета, бегает. Знаете, вот по кабинетам рассадит, у него 3 кабинета по кабинету. И мы вот бегаем между всеми, с 3 кабинетами. Естественно, что он там, она делает. Ну, вот то и делает, чего делает. Ну, это вот так, как бы эту тему о докторах я, ну, буду рассказывать вам по мере того, как будет у меня какая-то информация поступать. Поэтому, ну, не подумайте, что вот вся фраза прямо вот такая, как вот я вам тут говорю. Ну, вот выбирать в любом случае не приходится. Да, кстати, еще раз скажу, еще уже говорила и скажу вам еще, что сейчас на доктора выучиться и потом работать доктором не все хотят, потому что учиться долго, а зарплата не такая уж и высокая. Можно заработать в другом месте такие же деньги и учиться меньше. А вот поэтому понятное дело, что никто туда идти не очень-то и хочет. Вот. Кстати сказать, такая же ситуация была в то время, когда мои дети учились на докторов. Все шли, знаете, на бухгалтеров, еще на куда-то. Хотя конкурс тогда хороший был, большой тоже, медицинский университет, как у них академия называлась в то время, медицинская академия. Они поступали, ну, вот так, потому что сами из семей докторов. Ну, я к семье докторов, конечно же, не отношусь. Это с их отца стороны. Поэтому они просто шли, так скажем, ну, по призванию, что ли, наверное, так. Ну, вот так. Ладно, про докторов забыли. Знаете, хочу вам порекомендовать одну интересную книгу-аудио. Ой, на мой взгляд, такая хорошая книга. Мне тоже порекомендовала одна женщина. Знаете, извините, забыла, как ее зовут. Она, по-моему, из Белоруссии, эта женщина. По-моему, Ирина. А может, я ошибаюсь. Порекомендовала эту книгу. Знаете, такое приятное, красивое название. Называется «Забвение пахнет корицей». Написал ее автор Кристин Хармель. Вот. Я ее нашла в очень хорошем аудиоисполнении. Вы знаете, настолько мне нравится эта книга. Она длинная достаточно. Там 13 часов они ее читают. Вот. Ну, я частями, понятно дело, ее слушаю, прослушиваю. И, в общем, книга такая, знаете, запутанные судьбы. Настолько все сплетено. Настолько все перепутано и запутано. Ну, в общем, короче говоря, очень рекомендую, кто любит такие истории. Такая жизненная, знаете, ну, жизненная, да, трагическая, можно сказать, история. Ну, вот так. Это вот давно уже хотела вам порекомендовать. И все каждый раз, ну, как-то, знаете, наговорю-наговорю, а потом и забываю. Ну, теперь несколько слов о моем охотнике. А вот. Сегодня, ну, как он у меня, знаете, как интересно тоже так бывает. Он у меня на охоту собирается, но до последнего он, значит, не говорит, что он идет. Ну, я как бы предозреваю, знаю, что он будет собираться. А вот. Смотрю на него так, он тут ходит, прохаживается. И, знаете, старается говорить мне, что он идет на охоту. Самый, можно сказать, последний момент. Я, конечно, понимаю его тактику, чтобы я куда-нибудь не собралась, куда-нибудь не ушла. То есть, понимаете, чтобы я не спланировала свой, так скажем, день без него. Вот. Поэтому он это, вот я, знаете, чувствую, вижу, он так ходит это все, не собирается. И вот до последнего момента он мне не говорит. Мне приходится только догадываться. Но сегодня даже, мало того, еще не с утра убежал, как он обычно делает, а еще вижу с утра, он у меня не торопится. Думаю, что это такое? Я говорю, ты когда сегодня уйдешь-то? А он говорит, я пообедаю, а вот потом пойду. Ну, тоже так. Это, знаете, осторожненько меня прощупывал, спрашивал в том плане, что, может, я с ним пойду. Ну, не говорил, потому что, знаете, что я это не очень-то люблю. Тем более сегодня на 32 градуса. Жарище ужасное. Ну, в общем, я говорю, с кем это ты сегодня идешь? Ну, какой у тебя, кто с тобой будет? Оказывается, он у меня, бедолага, один сегодня убежал. Вот, никто с ним не хочет идти. Он звонил-звонил, обзванивал, никто, в общем, никто не хочет. Ну, ушел, убежал. Я думаю, ну и ладно, я тоже ничего не говорю. Значит, ну, с другой стороны, думаю, господи, отдохну чуть-чуть. А вот, позанимаюсь своими делами просто, чтобы меня никто не дергал, чтобы меня ничего не заставляли делать. Хотя, знаете, работы нашла очень много. Так вот, он мне говорит, когда устал уходить, говорит, ну, ты знаешь, ты полежи, отдохни и обязательно сделай мне фото, что ты вот лежишь, отдыхаешь. Хотя, знаете, что я, в общем-то, никогда не валяюсь в постели, чтобы вот раз и, знаете, залечь, короче говоря. Райка говорит, возьми с собой, вы полежите, отдохнете, я бы хотела видеть, как ты спишь. Ну, что ты спишь? Мне так смешно стало, думаю, ну, надо же, какой ужас. Вот. Только, естественно, я никаких фото не делала, потому что в постели я не лежала. Но к вечеру мне, знаете, уже к вечеру пришло видеосообщение от него, как он, значит, такой, знаете, весь измученный, такой весь, глаза грустные. И, в общем, нам с Райку сказал он, потому что и к Райке ко мне обращался, что очень ему жарко, он очень устал, и он очень-очень думает о нас. Вот. Ну, короче говоря, вот такие вот дела. Видите, как хорошо иногда, ну, иметь такие время от времени как бы разлуку. Вот. Разлуку. Завтра утром, говорит, пораньше уже приду, потому что он уже соскучился. Вот такие вот, в общем, дела. Сейчас, наверное, поохотился, но мне кажется, уже охота закончилась. И, скорее всего, наверное, спать завалился, потому что утром рано побежит. Еще там посмотрит, видимо, своих уток. Ну, скорее всего, не знаю, подстрелит кого-то, не подстрелит. Думаю, что нет, наверное, потому как он сейчас ему это тоже особо неинтересно. Вот такие вот дела. Что-то там все ремонтируют, что-то все делают. Такая жарища, представляете, стоит у нас. Ну, а я сейчас вот тоже хотела пораньше немножечко видео сделать для вас. Ну, пошла, поднялась на второй этаж. Думаю, открою окно, поставлю, ну, сетку такую москитную. Ну, и загляделась на звездное небо. Небо черное, черное звезд. Много-много. Ну, тут говорят, у нас какой-то парад планет опять должен быть. Вот, ну, я разглядывала, разглядывала небо. Заметила, некоторые звезды мне показались не такие, как они обычно, потому что я очень люблю смотреть на звезды. Тут что-то как-то давненько уже на них не обращала внимания. Вот сегодня посмотрела. Ну, думаю, возможно, это с тем, что звезды, ну, видимо, где-то, ну, как сказать, перемещаются, то есть движутся, двигаются. И, наверное, это планеты, вернее. И видно уже их, что они вот, знаете, как одна за другой. Ну, не все, а две планеты. Я вот, мне показалось, что они как раз стоят друг за другом, потому что какое-то странное такое положение у них. Ну, вот так понаблюдала еще, посмотрела, думала, даже как интересно. А вот. Вот такие вот дела, вот чем тут и занималась сегодня. Ну, а что еще хотела вам рассказать? Тут как-то вот, ну, разговор был тоже о мужчинах, о французах, а, значит, об отношениях французских мужчин к нам и к женщинам. То есть, вот, знаете, эти такие темы тоже интересные. Я так поняла, что вас они тоже иногда, ну, иногда, в большинстве своем интересуются, интересуют вас, ну, как бы сказать, какие они, что они тут, что они вообще думают. Дело в том, что мы-то тут, когда вот собираемся, ну, вот, очень часто с моими друзьями, французско-русской парой, ну, и когда вот два француза встречаются вместе, ну, не только они, а раньше мы вообще тут встречались, ну, многие, как говорится, у нас были, так скажем, встречи, многие французы, мужчины, женщины, значит, русскоязычные, потому что из разных, так скажем, народностей, вот, встречались. И, знаете, как интересно, они вот такие шутники тоже, вот, я тоже заметила, как бы, за французами замечаю, да, и мы с подругой тоже с моей, вот, русскоязычной все время говорим о том, что, ну, настолько они шутники. Кстати сказать, часто мне говорят о том, что, ну, вот, кто, допустим, знакомится, мои знакомые знакомятся с французами, ну, и обычно говорят, господи, что-то они такие озабоченные, говорят сексуально, как вроде бы, вот, вроде уж не молодые, а такие озабоченные. Дело в том, что они не озабоченные, дело в том, что мы вот тоже с моей подругой часто об этом говорим, у них шутки такие, знаете, какие-то вот шутят они всегда. Немножечко вот для нашего уха, да, нам кажется, что вроде как у нас так мужчины-то и не шутят, знаете, таких шуток как-то не имеют. А эти вот у них все-таки, знаете, шутки немножечко, чуть-чуть как бы, ну, как бы так сказать, сексуальные такие, знаете, бывают. У них нету отношения к телу, отношения вот, ну, каким-то природным, так скажем, к нашим потребностям. У них очень просто они к этому относятся. То есть, знаете, нормально, у них нет таких-то предрассудков, какие есть у нас. Вот. У них это абсолютно спокойно, там, в туалет надо, я иду в туалет, там, я иду это, мне нужно это сделать. Ну, то есть, очень спокойно ко всему, что женщины, что мужчины, как-то, не знаете, ну, спокойно могут о своих болезнях говорить, могут о каких-то своих проблемах, то есть, медицинских или не медицинских могут говорить. Очень спокойно и очень открыто. У нас это как-то, знаете, такие темы, у нас обычно, ну, в кругу женщины обсуждают, мужчины там свои какие-то проблемы, ну, там, почему-то не думаю, что наши мужчины обсуждают вот такие какие-то, знаете, проблемы медицинские и прочее, скорее всего. Ну, наверное, да, ну, как-то вот разделяются вот эти вот, а женщины с мужчинами, когда, ну, чаще всего, ну, в моем, во всяком случае, окружении мужчины как-то, ну, более, как бы, деликатные, что ли, даже не знаю, как это слово назвать. А эти такие, знаете, ну, такие шутки у них иногда бывают, достаточно... Причем и по телевизору у них то же самое шутят, они обо всем на свете нет проблемы, нет каких-то вот границ, так скажем, в общем-то. Но это только шутки. Я вот тоже заметила, чем больше они об этом говорят, тем на самом деле они... Ну, у них вот пошутили, и все. И дальше этого не идет. Вот только шутка. А вот там какие-то, знаете, ну, совсем, наверное, какие-то наглости и прочее, они это себе не позволяют. Они только вот, ну, чисто вот посмеялись, пошутили и разбежались. Вот что у меня, Жанюк тоже с ними там что-то рассказывает, ну, с нами. Что значит, вот муж моей подруги что-то тоже рассказывает. В общем, короче говоря, достаточно интересный такой народ, я хотела бы сказать, о французах. Вот. Как я где-то уже говорила, у меня ее, моя невестка из Германии, но она тоже много раз замечала, она говорит, надо же у них все так... И с какой-то такой легкостью у французов, с каком-то, с каким-то это все таким... Делается с романтикой, так скажем. Ну, еще мало того, и с таким, знаете, сексуальным, с каким-то всегда... С чем-то таким, знаете, как бы, короче говоря, нюансы такие есть. Вот. И о чем, почему я этот разговор завела? Ну, я опять-таки к теме, тут, знаете, о французах. Я хотела вернуться к той старой теме, о которой я уже вам рассказывала и говорила. По-моему, не до этого видео, а предыдущее, что ли, какое-то у меня было, что я про французов, о французах вам рассказывала. Наблюдаю за ними, смотрю и, в общем-то, разговариваю. Всегда эта тема у нас как-то вот обо всем и ни о чем. Вот. И еще, вот помните, как-то разговор был, что вот там молодые, вот французы, значит, молодую схватят там, ну, красивую, молодую и прочее. И вот тоже тогда разговаривали мы с нашим французским другом, вот с ресторатором. Казалось бы, у него жена, как я вам уже говорила, старше его на 4 года. Это русскоязычная женщина, которая ухаживает за своей женой, которая сейчас восстанавливается после тяжелой болезни. Вот. Так он, вот тоже интересный был разговор. Я выспрашивала у них, вернее, у него, выспрашивала, спрашивала, как вот они, ну, когда встретились, допустим, как у них там произошла у него любовь к его вот жене, как он решил на ней жениться сразу же или раздумывал. То есть вот такие, знаете, вопросы, ну, я говорю, знаешь, мне вот это интересно, потому что, ну, я веду свой канал, и иногда люди задают вопросы, вот что-то рассказать и прочее. Ну, он говорит, а, да, я еще сказала, боялся ли ты, допустим, жениться, ну, снова еще раз как бы, так как у него предыдущая жена, он долго-много с ней лет прожил. Он, короче говоря, вдовец был, она умерла. А вот, ну, он говорит, нет, я не боялся. Я говорю о том, что ты потерял пенсию своей, так как ты женился, ты потерял пенсию своей, ну, умершей жены. Потому что во Франции так, если снова женился, пенсия, все, уходит. Он говорит, ну, я понимал, что я эту пенсию потеряю, она не маленькая была, поговорит. Но я также понимаю, уж понимал, что я не хочу жить один. Я также понимал, что, ну, я хочу, чтобы со мной была, у меня была жена снова, и чтобы у меня снова была, ну, жизнь, как говорится, семейная. Вот, и оно, говорит, того не стоит. Вот, я нисколько не жалею, что я потеряла эту пенсию. Вот, моей умершей жены. Короче говоря, вот такие вот интересные, ну, вопросы. А потом стали что-то разговаривать о возрасте. Ну, что вот, молодую, красивую. Ну, вроде бы, знаете, он мужчина интересный тоже такой. Он, мужчина, так скажем, ну, у него свой дом, в общем, свое хозяйство, свой огород. Там я уже вам много раз рассказывала, показывала о нем. А сейчас, как я уже сказала, за больной женой ухаживает. Ну, и что-то вот, что-то мы стали разговаривать. Говорю, вот если бы твоя жена, допустим, ушла от тебя, ты стал бы искать вот сейчас молодую, там, красивую и прочее. И вот тут он, знаете, он еще такой человек очень с юмором. Он очень, знаете, может что-то показать, рассказать. И почему так смешно рассказывает, показывает что-то, знаете, любит очень. Прям целый спектакль иногда устраивает, смешной. Так вот он говорит, ну да, говорит, вообще, вот представляете, я, говорит, сам себе иногда говорю, ну, вот да, хорошо иметь, допустим, ну, хорошо бы иметь женщину молодую, там, красивую и прочее. Ну, зачем она мне нужна, он говорит, зачем я ей нужен. Вот вы, говорит, представляете, вот он мне, она мне, молодая женщина, скажет, ну-ка, пойдем-ка, допустим, ну, на танцы, говорит, на ночной клуб, предположим. Ну, раз, говорит, я там схожу, попрыгаю, ну, два раза попрыгаю. А потом, говорит, что я буду делать? А потом, говорит, я устану. Она же не будет со мной сидеть, а ей захочется снова и снова там выходить по вечерам, куда-то ходить, а мне, говорит, захочется полежать на кровати, посмотреть там телевизор и прочее. Просто, говорит, я понимаю свои силы, что женщину молодую и красивую я не потяну, говорит. Я это сразу понял. Мне нужна женщина, чтобы она была с душой, чтобы я мог с ней поговорить. И вообще, как он сказал, мне не нужна женщина, которая бы мыла посуду, прибиралась там прочее. Я не нуждаюсь. Все это я могу сделать сам. Мне вообще, говорит, нетрудно. Но действительно, он делает все сам. С первых дней женить бы, вот он женился на этой моей подруге, так скажем. Ну, в то время она не была моей подругой, мы даже были незнакомы. И с первых дней он все вот делает сам. Он сам не хочет, чтобы она чем-то занималась. Он ее именно бережет. Вот она пускай сидит, там что-то делает, свои какие-то дела, читает книги, то есть слушает музыку, так как музыкант, прочее. То есть развивается, если ей хочется. Ну, допустим, учит французский, с кем-то разговаривает, общается. То есть абсолютно она может заниматься тем, что ей хочется. Хочет, в саду походит, хочет там. Ну, в общем, а все остальное он делает сам. Все, все, все. Ну, ему так нравится, ему так хочется. Ну, а ей что? Ей тоже, это, видимо, такая жизнь ей. Ну, приятно. Она много работала всю жизнь. И сейчас вот она, слава богу, наслаждается своей жизнью. Мало того, вот после болезни она еще и, как бы, короче говоря, в хороших руках находится. И за ней уход прекраснейший. Ну, в общем-то, и все, и все, как бы, у них хорошо. Постучу по дереву. Почему это я рассказываю? Ой, постучала у меня собака. Подумала, что кто-то к нам стучится. Вот бежит сейчас ко мне. Райко, это я постучала просто. Райко, нет, нет, это я. Райко. Ну, короче говоря, тут Райко меня прервал, потому что прискакал. Я постучала, он спал уже на своем диване. Подумал, что кто-то стучится в дверь. Ну, и, короче говоря, подал голос. Вот стоит сейчас передо мной, смотрит и ничего понять не может, кто и где стучал. Гавкал, гавкал. А вот пришлось прерваться. Ну, и, в общем, как бы, ну, итог того, что я вам рассказывала. Ну, рассказала немножечко, снова напомнила о французах. Что я вам хочу сказать. Ну, вот так они все и живут. У них вот, знаете, как-то реально, они относятся к тому, к возрасту реально относятся. Реально относятся к телу женщины. Реально относятся, ну, к тому, что и к изменениям возрастным. Они к этому очень спокойно, очень, как бы, на мой взгляд, нормально. Женщины тоже к мужчинам относятся достаточно, ну, господи, вот, как бы, ну, чем с возрастом мы становимся другими, это понятное дело. И поэтому, как бы, к тому же, это продолжение к тому разговору, что я вела о французах, о том, что вот там молодцы. Знаете, как, мы меряем французов, мы с вами русскоязычные, так, как будто бы это наши мужчины. Вот, наши мужчины имеются в виду русскоязычные. Вот, как будто бы, вот, мы, как бы, смотрим глазами наших мужчин. Наши-то мужчины, да, они вообще другие, потому что у них вот совершенно по-другому относятся к нам, к женщинам. Слишком они требовательны. Ну, я даже не знаю, с чем это связано, даже непонятно это почему, может, действительно потому, что всё-таки нас больше, чем наших мужчин. Поэтому, конечно, у них и, так скажем, выбор больше. Вот, здесь же ситуация другая совершенно, женщины здесь не торопятся жить с мужчинами, как вы понимаете, у них это уже всё давно, как бы, ну, урегулировано в том плане, что они, ну, не хотят они, ну, вот так они живут сами по себе, мужчины сами по себе, хотя зачастую я знаю здесь и пары, которые уже долго вместе и долго живут, и уже пары, которые второй раз, значит, ну, вместе живут. Вот, ну, вот мой, наш, мой друг, допустим, наш друг француз и его жена, у него, допустим, это уже третий брак, вот так вот, представляете? Вот, поэтому вот такие вот тут дела у них. И вот, кстати, три раза он был женат, все три раза. Вот так вот. У Жанлюка, вот у него другая ситуация, он тоже когда-то был женат, но, тем не менее, вы знаете, частенько мы с ним об этом разговариваем, и очень часто он мне говорит, что вспоминает всегда вот эту свою жизнь, говорит. Вчера что-то он опять вспомнил тут о своих делах, о своей женитьбе, о своей, как говорится, жизни, вот этой вот периоде вспоминает. Это как-то, знаете, очень, говорит, лучше не говори мне, лучше я не хочу об этом вспоминать. Видимо, какие-то очень тяжелые у него воспоминания об этом. Поэтому вот такие вот дела. Французы, я еще раз повторюсь, они другие, их не нужно нашими глазами смотреть, что вот там она идет молодую, красивую там, знаете, вот опять к этому вопросу, как бы я, что вот он там это. Наши мужчины, да, французские по-другому смотрят совершенно, они очень к этому, как-то не так, все равно у них это все вообще. И красоте у них достаточно такая, знаете, интересная, так скажем, подход, да ко всему. Им, конечно же, хочется женщину, чтобы это была женщина-женщина, чтобы платье носило, чтобы и там, допустим, выглядело как женщина. Да, у них, им это хочется, это понятное дело. Но точно так же они понимают, что с возрастом мы становимся другими. Вот, к чему я хотела бы это сказать и рассказать. Поэтому, когда вот мы знакомимся с французами, встречаемся с ними. Ну, почему часто бывает, я вот сколько часто здесь встречаю, что либо находят своего возраста, либо даже они могут найти старше себя, нет у них проблемы. То есть у них абсолютно нет проблемы в возрасте, вот. Ну, а молодые, наверное, ну, бывают браки, наверное, и когда пожилой мужчина находит и молодую женщину, но они очень трезво и реально понимают, что для того, чтобы найти молодую женщину, нужно ей что-то дать. А если дать нечего, вот как наш друг сказал, а что, говорит, я ей могу предложить, они не говорят дать, что я ей предложу взамен, то есть взамен ее молодости. А ничего, вот. Если ничего такого нету, то, в общем-то, они свои силы понимают и свои, как говорится, возраст тоже. Ну, вот так вот немножечко снова вернулось к теме о французах, ну, то есть о тех людях, с которыми я тут живу, с которыми я, как говорится, наблюдаю за какими людьми, за которыми я наблюдаю. Вот так правильно надо сказать, вот. Потому что у нас каждый раз, вот мы встречаемся с кем-то, прочее, я вот им задаю такие вопросы, ну, всякие. А вот если бы так, а вот так, а что вы вот так делаете, и почему. И, как правило, они охотно все рассказывают, им это очень даже нравится, когда у них о чем-то спрашиваешь. Они считают это любопытством. Ну, а мне просто интересно чисто вот, ну, почему, ну, вот как, ну, когда ты, вот, допустим, как я своего друга-друга француза ему говорю, когда ты влюбился в твою жену, вот в какой момент ты понял, что ты ее любишь. А, говорит, практически сразу она мне понравилась. Хорошенькая женщина, интересная. Ну, а возраст, а что, говорит, мне ее возраст, подумаешь, на 4 года старше меня, это даже и незаметно. Ну, ладно, на этом буду заканчивать мое видео. Всех вас люблю, целую и обнимаю. Всем вам приятной ночи. Смотри на часы уже 12 час. Доброго утра всем, кто будет смотреть меня утром за чашечкой чая или кофе. Пока-пока. И очень надеюсь, что до завтра.